Если ты любишь Sky Wars, дроперы, без модов и многое другое в Майнкрафте, то советую тебе канал Swayze. Заходи и подписывайся, он будет этому очень рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и нереально крутой карты. Я не перестаю удивляться всем новым картам, которые продолжают выходить. И на каждой крутой карте я говорю, что это самая лучшая карта, в которую я когда-либо играл. Но, ребята, эта карта это что-то нечто. Вы увидите, что мы сможем тут делать. Я не буду объяснять, потому что это нереально круто. Если вы хотите видеть следующую серию, потому что эта карта растянется на 2 или не на 3 серии, но оно того стоит. Это нереально круто. Поэтому, ребята, сразу, как только наберем 1500 лайков, сразу выйдет новая серия, я прям вам обещаю. Поэтому, ребята, не больнитесь, поставьте лайк. И также подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю, чтобы быть нашим большой друг с 7 подписчиков. Ребята, потратите на меня 2 секунды. На лайк и подписку. За это, ребята, я всем вам пожму руку, потому что вы будете реально крутыми молодцами. И также выпущу новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы будем приступать. Кстати, ссылочка на карту есть уже в описании. Заходите, скачивайте и также играйте. Может, у вас даже получится пройти эту карту намного быстрее, чем я. И вы узнаете, чем это все закончится. Потому что эта карта нереально крутая. Это, ну как это сказать, 2D. То есть, 2 модель. То есть, ну, мы будем смотреть сверху. Но это нереально круто, ребята. Давайте начнем. Карта называется День, чтобы вспомнить. Поэтому, ребята, начинаем. О, и смотрите. О, нет, мой дом, что с ним случилось? Я должен найти и узнать, что произошло тут и почему мой дом загорелся. Это не может быть какой-то случайный акцидент. Но, ребята, это карта. Мы так будем управлять персонажем. Это, вы помните, я проходил карту какая-то там Зельда, да, приключения Зельды. И там было полностью так сверху, смотрите, полностью так вниз. Это сверху, чуть-чуть со стороны. Это нереально круто. Потому что мы можем ходить, мы можем разговаривать. Тут нереально крутая история и многое другое. Мы можем взаимодействовать с разными предметами и многое другое. Поэтому, ребята, я уже хочу сразу пойти записать следующую серию. Поэтому, если вы ее хотите выйти даже сегодня, вы знаете, ребята, что делать. Как нам взаимодействовать с другими предметами? Нам нужно подойти к ним вплотную и нажать на Space. То есть, прыжок. Вот смотри, что нам в чат написало? Это почта не... Ну, нам ничего не приходило уже в течение нескольких недель. Поэтому, ребята, эта карта, кстати, на английском. Но я и владею таким базовым-базовым английским. Поэтому я постараюсь вам это все перевести. Это наш дом, который в данный момент горит. Я нажимаю Space. Очень горячо. И я не могу пробраться в дом. Ну, конечно же, мы же в горячий дом не сможем пойти. Что это такое? Опа, нихрена себе. Я нашел свежее яйцо в мусорке. Это может пригодиться. Ну, это, в принципе, всегда пригодится. Если вы идете по улице, шастаетесь по мусоркам, находите какие-то яйца, вы всегда их кладете в свой карман. Это естественно. Поэтому, ребята, вот, мы переходим в следующую локацию. Так, что это такое? Я вижу водичку, можно попить. И что это такое? Какие-то двери. Ага. Это вход в шахту уже закрыто годами. И мне интересно, что там такое. Мне нужно серьезное... Что нам нужно? Нам нужно серьезные... Какие-то серьезные инструменты, серьезные вещи, чтобы открыть вот эти двери. Посмотрим, если мы сможем их добыть. Что у нас тут такое? Эта дорога ведет в город. Но город закрыт из-за какого-то летнего протеста. Хмм. Какой-то протест, какие-то там протестующие есть. Не знаю, ребята, сможем ли мы их встретить. И вообще, что мы с ними сможем сделать. О, здрасте. Как его зовут? Гэри. Я вижу какое-то там имя. Очень маленькое. Я не знаю, что у меня тут есть. Сейчас. Вот так нормально. Да, вот так это должно быть. Я вот это все поправил. Это должно быть на нормальном уровне. Вот так, замечательно. Гэри, привет. Как у вас делишки? Кто ты вообще такой? Хай, Итан. То есть, вот этого чувака Носатого. Мы играем за Носатого. Его зовут Итан. Я очень рад, что ты не был в доме, когда он загорелся. Я бы хотел тебе помочь, но не могу, потому что я присматриваю за моей овечкой. Что ты еще нам можешь сказать? Но чувак Картер в полиции может тебе помочь и просто-напросто сказать, найти того, кто поджег твой дом. Потому что даже сам Носатый сказал, что это не может быть какой-то случайностью. Что мы еще сможем? Но, если ты будешь иметь время, там, где-то там ходит противный док, который смущает мою овечку. Если бы ты с ним смог расправиться, я бы так же смог тебе бы помочь. Посмотрим, чувак, посмотрим, чувак, Гэри, да? И переходим в следующую локацию. Так, что у нас такое? Нужно взаимодействовать с каждым предметом. Потому что каждый предмет может нам помочь в прохождении этой карты. И нужно везде тыкать на спейс, то есть взаимодействовать с предметом. Что у нас тут такое? А, здесь ничего нету в этой печке. Что у нас вот тут такое? Я вижу, что-то валяется на земле. О, я нашел ведро в песке. Я думаю, что никто не будет против, если я его себе возьму. Круто. Что у нас тут такое? Качели. Ох, если бы я был только ребенком. Да, ребята. Кто еще ребенок, то бы повезло. Потому что они никогда не мечтают о взрослой жизни. И это скучно. И лучше быть ребенком. Да, ребята, что у нас тут такое? Когда ты имеешь достаточно баблоны, ты можешь вкупить себе предметы. Предметы. Стань на блок сразу же перед тем предметом, который ты хочешь приобрести. И нажми на спейсбар, чтобы взаимодействовать. Что мы можем купить? Мы можем купить алмазную мотыгу за 700 баксов. Какую-то золотую палочку за 500 баксов. Шурикен за 300 баксов. Тинти мы можем купить. А нет, Тинти мы не можем купить, потому что тут даже цены нету. И так же мы можем купить отмычку и аптечку. Расти. Как тебя зовут? Ну, в принципе, мы уже поняли, как тебя зовут, Расти. То есть, я не согласен с какими-то там... Что там? С каким он... С чем он не согласен? Слухами, которые обо мне идут. И я продаю все за очень выгодную цену. Посмотрим. Ну, мы пока что ничего не можем купить, потому что у нас просто-напросто в данный момент нету бабла. Что у нас есть? У нас есть pocket knife. То есть, карманный. Нифига себе, у нас есть карманный, ребята. Нож. О, PlayStation. PlayStation. Это, в принципе, очень круто, потому что мы зашли в полицейский участок. Я вижу тут какой-то сундучок, что мы можем отсюда украсть. Ничего. В этом сундуке ничего нету, только какие-то там чистящиеся... Чистящиеся средства. Что-то в этом роде. Это, наверное, самая худшая идея, воровать что-то в полицейском участке. Это... Кто это вообще такой дурной, чтобы воровать предмет из полицейского участка? Да. Мистер Карты. Эй, привет, чувак. Я сожалею о том, что твой дом сгорел. Надеюсь, что никто не пострадал. Ну. А, то есть... Смотри, я хотел бы тебе помочь, но... Там, соответственно, с каким-то там кодом 322 Соединённых Штатов Америки, ты должен предоставить мне соответствующие заявления. И как это? Эвиденс. То есть, это что-то вроде... А... Как это называется? Доказательство. Да. Доказательство пожара. Поэтому, в принципе, мы сейчас с ним ничего не можем сделать. Дай мне доказательства, которые подтвердят то, что твой дом был нарочно кем-то подожжён. И, в принципе, тогда я с тобой смогу разобраться, что это такое. Ну, ребята, будем искать доказательства, что мы сможем тут найти. И что это ещё такое? Какая-то третья дверь. Ага. То есть, владелец этого магазина закрыл магазин. Я думаю, что этому городу не нужны душевые насадки. То есть, вот эти, знаете, душевые головки, откуда вода льётся. Ну, не очень хороший бизнес. Душевые головки продавать. Не скажу то, что это очень прибыльный бизнес. Я так думаю. Ух, ты ж нихрена себе. Одинокий волк. Аманда кричит, Аманда кричит. Помогите, помогите. Противный волк снаружи. Ща мы тебе, Аманда, поможем. Так, мы убили волка. Это было круто. Но у волка не было никакого шанса. И мы выбили с него кожу волка. Замечательно. Аманда. Здрасте, девушка. Давайте познакомимся. О, спасибо тебе за то, что ты убил вот этого мерзкого волка. Maybe you can... То есть, может ты можешь мне помочь. Ну, Аманда, поможем. Поможем. Я очень хочу, чтобы моя мама приготовила тыквенный пирог. Фу, тыквенный пирог. Но нам не хватает некоторых ингредиентов. Что нам нужно? Нам нужна тыква. Нам нужно... Нужно зелёное яйцо. Не знаю, чё это яйцо. Может, какой-то инопланетянин выкакал. Ну, зелёное яйцо. И также сахар. Ну, в принципе, всё. Ты больше со мной разговаривать не хочешь. Тут стандартные обычные бабы. Просят. Принеси мне то. Принеси мне это. И больше... Больше ничего нам не говорят. Что это такое? Ух ты. Ага, то есть, похоже, то, что волк что-то рыл в этом месте. Если он что-то рыл, значит, может... Тут что-то есть спрятанное. Фиг его знать. Это что? Это просто стулья. Just as simple... А, ну, то есть, обычный стол для пикника. Понятно, понятно. Идём вниз. Так, что у нас тут есть? Тут есть баскетбольное поле. Мы можем тут, кстати, поиграть. Так. Мастер в детстве. То есть, ну, похоже, то, что куча детей проводят тут много времени. И это очень даже круто и мило на вот этом баскетбольном поле. Что у нас тут? Есть какие-то двери. Я думаю, то, что я могу подождать. А что подождать? Я не знаю. Посмотрим. Так. Я отказываюсь идти в женский туалет. А, значит, это туалет. То есть, там мужской туалет. И он занят. И он, в принципе, может подождать. Это женский. Ну, понятно, чувак. Я... Тебя помогаю. Я не очень хорошо владею каким-то спортом. Это, как я понял, теннисный корт. Да? Что-то в этом роде. Так. Это что у нас тут? У нас тут я вижу... А, что это? Это даже машины? Какие-то мотоциклы? Это что? Какая-то палатка? Ага. Крутая маленькая хижина. И, в принципе, Great Way. То есть, хороший... Хороший путь, чтобы жить в... И вписываться в свои расходы. Да? То есть, вам не нужны большие расходы, чтобы иметь вот такую небольшую маленькую хижину. Что у нас вот тут за дверью? Я думаю, то, что никто не хочет, чтобы я их потревожил. Ну, пускай. И мы, в принципе, будем продвигаться дальше. Что это за таблички? О, табличка. Протест-баннер. А, это вот эти протесты какие-то. Люди, которые протестуют. Ух, нифига себе. Ну, он думает, что там много топлива расходует вот эта махина. Ну, в принципе, пускай. О, что это такое? Что у нас тут есть? Что это за домик? Что? Что тут такое? Я не хочу никого тревожить. То есть, не хочу тревожить моих соседей. Ну, пускай, что это за табличка. Пожалуйста, не топчите наши арбузы. А, я сейчас потопчу. А, я не могу себя... Я даже сюда не могу зайти. А, я не могу сюда зайти. Значит, они знали то, что я буду топтать вот эти арбузы. И сразу сделали эту зону какой-то слишком безопасной. А, так. Что это у нас тут за дверь какая-то есть? А, то есть, ратуша закрыта до окончания летнего протеста. Бла-бла-бла-бла-бла. Да, летние протесты. Так, мы уже тут вроде были, если я хорошенько помню. Мы уже тут были. А, куда мы еще можем отправиться? Мы, мы вроде сюда вниз не ходили. Мы ходили туда направо. А, вниз мы не ходили. О, вот тут мы вниз не ходили. Да, мы пошли сюда налево. Только что. А, сейчас мы можем пойти вниз. Ух ты, нифига себе. Летний протест. Не выглядит... То есть, не хочет кончаться. Весь город закрыт из-за вот этой странной херни. А, ну круто. То есть, мы настаиваем на своих правах. То есть, мы будем их отстаивать. Ну, понятно. Тут какие-то крутые зомби на вот этих стендах стоят. Не стой просто так на месте. Протестуй. Ну, я не хочу протестировать. Потому что я даже не знаю, за что вы там протестируете. Я думаю то, что они не хотят прервать свой протест из-за меня. Ну, понятно. Мы хотим, чтобы правительство ушло. И также новую ратушу. И бла-бла-бла-бла-бла. Ага. То есть, местные люди устали от правительства. И хотят новой какой-то экономики. И они не хотят... То есть, им не интересны мои проблемы. И они дальше будут протестировать. А, кстати, знаете что, ребята? Что я вспомнил в данный момент? Я видел воду. И также, смотрите. У нас есть пустое ведро. Я видел воду. И, кстати, вот сейчас мне в голову пришла такая мысль. Если мы сможем набрать в это ведро воду и потушить свой дом. Сможем ли мы его потушить? А, кстати, Герри. То есть, иди сюда. Мы же убили вот того волка. И ты что-то нам обещал. А вот доказательство, что я убил волка. Вот его кожа. Кожа! Или мне правую кнопку нажать? А! О! То есть, да! Привет! Спасибо! Спасибо за то, что ты разобрался с этим волком. Сейчас следуй за мной. Овечка! Овечка! Оу! То есть, эта овечка не выглядит то, что у неё всё хорошо. Я просто нажал на неё, и она стала голенькой. Пускай. Так, Гарри, мы тебе помогли. Дай-ка нам что-то полезное. Гэри. Или Гарри. Иди сюда. А, то есть, присядь, дружок. Хочешь кофе? Да, не откажусь. Лай. То есть, я... Бла-бла-бла, что он там говорит? То есть, я думаю, что ты находишься в каком-то неком затрудительном положении, если учитывать то, что твой дом сгорел, и бла-бла-бла. Ну, в принципе, Гарри, ты очень мудрый человек. Но я видел то, что кто-то пробегал на твоём заднем дворе после того, как в твоём доме начался пожар. Но я не могу сказать, кто это был. А, тебе нужно проследовать в город и что-то найти. Вот эти протестеры закрыли все проходы, все выходы с нашей деревни в какой-то большой город. О, возьми вот это. Тебе нужно это, наверное, больше, чем мне. Что нам дал? 50 баксов! У-у-у! Спасибо, Гарри, ты очень хороший. То есть, будьте осторожным в этом большом городе. Что у нас тут такое? Nothing but favored. То есть, ничего другого нету, только обычные дрова. Это солома. Мне это не нужно. Я вижу какой-то факел. О, а, это не факел, это... Ага, этот трактор выглядит новым. Гарри... Гарри, короче, хорошая прибыль. Да, он там овечек растит, но у него хорошая прибыль. Ну, пускай, Гарри, прощай, мы уходим. Что мы сейчас можем сделать? Что он нам дал? Он нам дал 50 баксов. Что я могу купить за 50 баксов? Я пойду куплю отмычку. А вдруг она нам пригодится? Также мы можем попробовать вот эту отмычку открыть, вот ту шахту, да, которая там была закрыта. Вот давайте подойдем сюда и купим отмычку. Да. Ну, да, в принципе, мы ее купили и замечательно, ребят. Сейчас мы можем отсюда уйти. Так, 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 так. Давайте, ребята, мы пойдем сделаем сначала. Сначала. Мы пойдем в наш дом. И нет, сначала мы попробуем открыть вот этой отмычкой вот эти двери. Идите вот сюда. Я, кстати, слышу водичку. Мы можем открыть вот эти двери. Ага, я думаю, то, что это не хватит для того, чтобы открыть вот эти двери. Хм. Ну, ладно, отмычка, значит, не подойдет. Вот, кстати. Ага, это вода не слишком чистая для того, чтобы ее пить. И сейчас, ребята, мы попробуем потушить вот. Да! Немного воды все-таки потушило пожар. И сейчас мы входим в дом, который уже практически полностью сгорел. Да. Но все же мы смогли в него войти. Что у нас тут есть? Я вижу какую-то печку. Что у нас тут такое в печке есть? Тут ничего нету. Я вижу раковину. В раковине ничего нету, кроме каких-то отстатков огня. И что это у нас тут валяется? Я вижу, ребята, видите, там что-то есть? То ли это какая-то микроволновая печь или что-то в этом роде. Так, идем в соседнюю комнату. Я тоже вижу, что тут валяется какой-то кустик. Грусть напоминает мне мой мертвый бонсай баш. Какой-то мертвый бонсай куст. Я не знаю, что такое бонсай. Ну, допустим. Так, кстати, мы еще можем пойти. У нас тут еще есть две комнаты. Это у нас опять печка. У, нифига себе, что я взял. Ага, что-то находится в мусоре. Это похоже на обугленный факел. Ну, это может быть... Это может быть... То есть, это может послужить доказательством для нашего полисмена. Потому что он нам не верит, что дом сгорел. Я думаю, что я больше не буду спать на вот этой кровати. Ну да, в принципе, если она уже сгорела, то нет смысла на ней спать. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Ага, то есть, какой беспорядок. Беспорядок. Ничего нету. Ну, кстати, я тут вижу, то ли это какой-то принтер. О. О, я нашел что-то. А, так. Что я нашел в этом сундуке? То есть, спасибо то, что ты сохранил мои вещи. И также мы нашли какую-то записку. Ты был выбран. Проследуй по этому адресу. 120 и 184 N Hollow Avenue. Ты был выбран. Кто-то с нами в какие-то игры играет. Потому что это какая-то новая серия пилы. Новый фильм пилы. Это выглядит не очень хорошо. Но, в конце концов, хорошо то, что они не взяли мои золотые карманные часы. Ни хрена себе золотые карманные часы. Круто. Но, ладно, ребята, перед тем, как мы что-то сделаем, давайте мы сразу же побежим к нашему полисмену. И вдруг он что-то вообще возьмется за расследование. Потому что фиг его знает, что он там вообще делает. И не хочет браться за расследование, потому что у нас нету необходимых доказательств. Ну, а сейчас. Мистер, мистер полисмен. Если мы тебе дадим обугленный факел. О, да, это для меня хватит. Вот эти доказательства для меня хватит. К счастью, мы имеем аккаунт для таких вещей. Твой дом сгорел. И сейчас мы выплатим тебе 500 баксов. То есть, чек для жертв. Можно сказать в этом роде. То есть, пожалуйста, потрать этот чек с умом. С мудростью. Мы попробуем, полисмен. Ну, все, мы типа взялись уже за расследование. Да, мы можем отсюда уходить. Я надеюсь, то, что... Ну, то, что ты найдешь, кто это был. Ух ты, ни хрена себе. Что это? Я нашел что-то в этой раковине. Что у нас тут было? Диртререк. Нифига себе. То есть, мои... Мои карманы слишком грязные для того, чтобы нести вот это. И что мы нашли? Диртререк. Что такое рек? Грязная тряпка. Так. А зачем нам нужна грязная тряпка? Не знаю, ребята. О, ни за что я туда не пойду. Ну, конечно, туда не пойдешь. Это же тюремные камеры. Зачем мне вообще туда идти, да? Какие-то таблички. Какие-то мелкие... Мелкие преступления. И что-то там на продажу. Это нам не нужно знать. Ладно. Что у нас сейчас есть? Что у нас сейчас есть? У нас есть 500 баксов. Ребят, у нас есть 500 баксов. И мы можем что-то купить. Или TNT, или что-то в этом роде. Здрасте, чувак. У нас есть 500 баксов. Но они не добавились в наши деньги. Вот смотрите. У нас есть чек. Но они не добавились вот туда под камерой. Видите, вот там, где наши жизни и наши деньги. Я хочу купить TNT. Может, она нам пригодится для того, чтобы взорвать вот те двери в шахту. Помните, ребята? Я знаю, что ты думаешь. Но это не на продажу. Если ты, конечно, сможешь мне что-то предложить взамен. Вот что я тебе скажу. Это TNT стоит очень дорого. И мы можем с тобой поменяться, если ты мне дашь что-то стоящее. Но вот у меня есть чек, чувак. Вот у меня есть чек. Держи чек. А, то есть... Прости, но я не доверяю правительству. Только наличные. Ага. Слушай, а если мы ему предложим наши золотые карманные часы? А может он согласиться? О, да! Нифига себе! О, да! Это реально круто! Это честная сделка. Вот, держи немного TNT и будь осторожным. Осторожными прочитал. Прочитай какую-то этикетку. Ну, тут нету никакой этикетки на вот этом TNT. Не знаю, какую-то предупредительную этикетку. Но всё же, ребята, сейчас у нас есть сети. Сейчас мы можем попробовать взорвать вот ту дверь, которую мы нашли возле нашего дома. Привет, домик. Ничего нового, да? И сейчас, ребята, мы попробуем взорвать. Попробуем взорвать вот эту дверь. Ух ты! О, да, это было весело. Круто, ребята, мы реально смогли взорвать вот эту дверь с помощью TNT. Так. О, шахта. Так, что мы можем найти в этой шахте? Я вижу какой-то данж. Но тут ничего нету. Я вижу уголь. Мы можем себе немного угля забрать. А, я не думаю то, что уголь мне пригодится. А, железо? О, это железо. Ну, то есть оно много не стоит в наши дни. Ну, пускай. Что у нас тут есть? Что это такое? Ага, похоже то, что какое-то масло вытекает со стены. Ну, пускай. Так, что у нас тут дальше есть? О, нифига себе, домик. Тут кто-то живет в этой шахте. А что у нас тут такое? Что это такое? Ничего, ничего. Так, кто у нас тут живет в нашем домике? Ух ты, нихрена себе, это я так стукнул. Билли, привет! Какого хрена ты тут забыл? Как ты вообще сюда пробрался? О, чувак, Тинти, это серьезная штука. Лучше бы ты был с нею поаккуратней. Ну, нет, то есть, прости, но я не знаю, кто подожег твой дом, потому что я находился в этой шахте уже много и много лет. Что у нас дальше? Ты знаешь, это очень тяжело жить тут внизу. И, конечно, если ты сможешь мне найти немного еды, я был бы очень счастлив, потому что я уже устал кушать приготовленные паучьи лапки. Паучьи лапки, я не знаю. Чувак, бит. То есть, найди мне немного еды, и я смогу тебе чем-то помочь. А, кстати, у нас есть... У нас есть яйцо, ты не хочешь? А, я уже видел достаточно яиц в эти дни. Найди мне что-то получше. Что мы можем ему найти получше? Может, ты хочешь грязную тряпку? Не хочешь грязную тряпку? Не покушай. Я тогда, чувак, не знаю, что тебе нужно. Так, что у нас тут такое? Я вижу опять железо, я вижу золото, но мы туда пробраться не можем. И я, кстати, вижу какую-то зеленую хрень. Он, в принципе, так и сказал. Я вижу какую-то зеленую хрень, которая разлита тут на полу. Если мы сюда пройдем, что у нас тут такое? Ух ты, ни хрена себе. Это что такое? Это что такое? Это какой-то бурильный инструмент? Или это похоже на какую-то бурильную машину? Ну, в принципе, как я и сказал. А это что у нас? О, ничего. Этот минерал напоминает мне соль. Но... Он... Что, что, что? Он... То есть... Он чувствуется... Это напоминает мне соль, но он, похоже, немного сладкий. А как он называется? Офигеть, сугар. То есть, соленый сахар. Это нужно вообще додуматься, чтобы такое сделать. Соленый сахар. Ну, не знаю, ребята. Не знаю. По вкусу это напоминает ему соль, но... По другому вкусу это напоминает ему сахар. Я не знаю, ребята, что он хочет, но... Ладно. Что у нас тут такое? Ух ты, нифига себе. Нифига себе. Пещерный... Пещерный паучок. На тебе. На, 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 на. Счем у тебя? Счем у тебя? О, замечательно. Этот мутирующий паук больше меня не потревожит. Кстати, я вижу какой-то сундучок. А с паучка нам ничего не выпало. Нет, ничего. Сундучок. Этот чат закрыт. И мне нужно отмышку для того, чтобы его открыть. И у нас есть отмышка. Я прям как знал то, что она нам пригодится. Я думал изначально то, что мы с помощью отмычки сможем открыть вот те двери. Но она нам пригодилась для того, чтобы открыть вот этот сундучок. Что это такое? Это похоже на какой-то электрический замок. То есть, по... Ага. Двигай вот эту отмычку без прикосновления к этим майнкартам. То есть, к этим вагонеткам. Нифига себе. То есть, нам нельзя прерывать вот эту действующую цепь вот этих механизмов. Это охренеть просто. Эта карта... Эта карта просто удивляет. Потому что это реальный какой-то взлом замков. Это просто офигеть, ребята. Вниз, сюда, сюда. Так, замечательно. Аааа! Зараза! Так, ты прервал какую-то цепь. Попробуй еще раз. Сейчас попробуем. Опа. Да твою мать, я не хотел туда ступать. Вот, замечательно. О, замечательно. И сейчас вверх пойдем, потому что вниз очень далеко. Опа, 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 опа. Во, замечательно, прошли. Открыли замочек. Офигеть, вот эта карта. Тут даже замки нужно открывать в каком-то Скайриме или Фоллауте. Офигеть. Успех! Давайте посмотрим, что мы тут нашли. Мы получили какую-то вонючую бомбу и 300 баксов. Нифига себе найти 300 баксов в какой-то шахте. И вонючую бомбу. То есть это, если дословно перевести, сканк-бамб, это бомба скунса. Но если так нормально переводить, это вонючая бомба. Ну пускай. А кстати! А-а-а! А я знаю, что мы можем сделать с этой вонючей бомбой. А может мы ее кинем там, где проходит вот этот конченый протест, из-за которого мы не можем выбраться с нашей деревни и пойти в какой-то город. Может мы сможем кинуть там бомбу и вот эти все разбегутся, потому что там будет сильно вонять. А-а-а! А давайте, ребята, мы сейчас попробуем. Так, почта пришла какая-то новая. Почта... Нет, ничего нового нету. А ну сейчас, ребята, мы попробуем. Только нужно вспомнить, где вот этот протест проходил, потому что я не имею ни малейшего представления. Вот сейчас... Ну, сейчас только сюда мы можем пойти. Направо, да? И сейчас вниз. Он был где-то тут внизу, вот этот протест. Протест! Да, протест! И сейчас. Ну что, чуваки, вот у меня бомба. Вот у меня бомба всем стоять, заканчивайте протест, или я ее взорву. Не, никто со мной разговаривать не хочет. А, то есть мы хотим отстаивать свои права больше никакому фашизму. Он, в принципе, так и говорит, да. Но все же, ребята, да похрен! Вот вам бомба, террористы нахрен! Пум! Это должно быть интересно. Ооо, это отвратительно! Давайте уйдем отсюда! И да, ребята, смотрите, мы с помощью бомбы смогли разогнать вот этот протест. А, ну, в смысле... Ну, смотрите, ребята, то есть... Им тут похрен, да? Вот смотрите, им тут похрен, потому что... А, все! Мы разогнали вот этот протест. И если, по идее, протест закончился, значит, мы смогли открыть новые две зоны. Ратушу и также выход из города. Давайте посмотрим, открыта ли ратуша. Да, вроде ратуша открыта. Вроде. Да! Да, ратуша! Замечательно! Мэри, здрасте, Мэри! Как вы поживаете? Могу ли я тебе чем-то помочь? Я думаю, то, что я возьму небольшой перерыв в скором времени. Мои ноги меня убивают. То есть у нее устали ноги, как я понимаю. Ну, все. То есть ты больше с нами не хочешь разговаривать? О! Я рада то, что протест закончился. Я почти потерял мою работу. И больше, в принципе, она только может нам помочь. Ее ноги убивают. Крутой фантачик, кстати. Ага. Вот, значит, где мои налоги идут. Вот в эту ратушу, где ничего не делают. Так, какие-то книжечки. О! Здесь много интересных книжек. Но, к сожалению, у меня нету много времени для того, чтобы их почитать. Что у нас цветочки тут? Ага. Они должны годиться своей зеленью, да? То есть своими цветами, своей вот этой травой и вот этим всем, чем они занимаются. Так, кстати, двери. Эти двери закрыты. И из... То есть это механическая дверь. И она не может быть открыта с помощью от... Не отвертки, как я хотел сказать, а отмычки. Значит, в принципе, тут мы больше ничего не можем делать, да? И, значит, ребята, сейчас мы можем пойти в другой город. Если я хорошенько понял... Так, идём сюда. У нас есть 300 бабла. Ну, я не знаю, ребята. Вот, смотрите. У нас там был выход в другой город. Но он был закрыт из-за протеста. Ба! Открыт! Открыт, ребята! Открыт! Открыт. Так, у нас ничего нету. У нас есть... У нас есть сахар. У нас есть яйцо. Вы помните, вот у Аманды, или как её звали, которая хотела приготовить тыквенный пирог? Но у меня пока что не хватает ингредиентов. О! Карта! Когда ты готов, ты можешь отправиться в любую локацию, которую ты хочешь. Я должен проверить вот этот адрес, который я нашёл на моей записке. То есть, 184-энф-холлоу-авеню. Ребята. Тут есть даже карта. Это прям какая-то мини-игра, как в покемоны, да? Когда вы можете вот так передвигаться. Это просто охренеть, ребята. Это... Эта карта... Это одна из лучших карт. Потому что это нереально круто. Энф-холлоу-авеню. У-у-у-у-у-у-у-у. Какой-то страшный город. И мы, ребята, пробрались... Нет, я не хотел выходить обратно. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Мы пробрались в тот город, который... Записку, которую мы нашли в своей мусорке. Где было написано, что кто-то выбрал нас В том смысле, что они подожгли наш дом Вот в этой игре Ребята, на этом мы будем уже заканчивать Потому что серия уже длится около полчаса И если вы хотите в виде продолжения Потому что тут может быть еще Или одна, или две серии Нам еще нужно Аманде помочь сделать тыквенные пироги И потом познакомиться с ее мамашей Может там Шурой Мурой всякое За ужином, да Но все, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк Потому что карта нереально крутая Чем быстрее мы сможем выбрать 2500 лайков Чем быстрее выйдет следующая часть, ребята, я вам обещаю Поэтому не полетитесь, поставьте лайк, я буду очень сильно этому рад И чем быстрее мы сможем выбрать лайки Тем быстрее выйдет новая серия, ребята, честное слово А также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружу семью подписчиков Потому что каждый подписчик для меня, как друг Я буду рад, если вы подпишитесь на мой канал И потратите на меня всего лишь 2 секунды На лайк, на подписку Ребята, за это я буду любить вас еще больше Всем вам пожму руку, расцелую и выпущу новое видео Как можно быстрее Я скажу спасибо тем, кто смотрел это видео до конца Вы нереально молодцы И также жду вас на просмотре моих новых видео Видео выходят каждый день, поэтому, ребята, не стесняйтесь Приходите и смотрите мои видео каждый день Я буду очень сильно этому рад Буду вас рад видеть Я еще расскажу вам большое спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok